Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я хочу представить вашему вниманию еще один очень интересный учебный курс. Снять для вас его меня подвигла вот эта вот книга. В этой книге, когда я стала разбирать представленные фасоны, 100 фасонов женского платья, она вам хорошо известна. Мы в чате ее многократно обсуждали, ссылались на нее. Но базовая конструкция вот этих вот интересных фасонов, которые мне хотелось смоделировать для вас, она основывается на цельно-выкраенном рукаве с ластовицей. Как это выглядит? Ну, например, на страничке 88 вот такое платьице с цельнокроеным рукавом с ластовицей. Видите, показано вот здесь слева картинка, справа ластовица. И еще, например, посмотрите вот на эту картинку. Здесь платье на барышне с зонтиком. Это цельно-выкраенный рукав с ластовицей. И на этой стороне у нас три платья. Кроме голубого, они все сделаны на базе цельнокроеного рукавчика с ластовицей. И поэтому мне хочется, чтобы мы с вами умели делать еще и это. Почему я рассказываю об этом в последнюю очередь? Потому что вы понимаете, что обработка уголков ластовицы это всегда будет проблема. И для того, чтобы вы смогли это сделать, поставить усилитель, аккуратненько проклеить и сделать это все до мелочей точной, красивой, надежно и практично, нужно иметь достаточный опыт. А мы с вами все-таки находимся в стадии обучения. Но. Это первое но. Поэтому я предупреждаю, кто еще чувствует себя слабоватым, вы за это не беритесь. Второе. Кому это подойдет? Подойдет, я думаю, это всем. И худеньким, и средненьким, и не очень. Но больше всего это подходит все-таки неполнотной группе. Почему? Потому что вот эти уголочки, по моему опыту, они имеют все-таки, как мы их не усиливали, там надо строчить в 0,1, они все-таки непрактичны. То есть со временем они у нас рвутся, мягко говоря. И чтобы они не рвались, пожалуйста, делайте это из тканей эластичных достаточно, не жестких, сухих, типа какого-то натурального шелка или еще чего-то, да. А ткани, которые достаточно мягкие. Может быть, это трикотажные будут полотна. Хотя в трикотаже и без ластовиц все лежит хорошо. Но трикотаж плюс большой размер, плюс вот эта ластовица, они дадут нам прекрасное прилегание в области проймы, то есть перехода от рукава к плечу и груди. Вот этот узел, где обычно у нас много очень какой-то мешковатой ткани в обычных цельнокрайонных рукавах, ластовица позволит нам убрать. То есть и наличие ластовицы позволит уйти от больших прибавок. То есть мы сделаем ластовицу, избавимся от больших прибавок, то есть оставим в размерах 4-5 сантиметров, не больше, и в то же время обеспечим нужный нам комфорт. То есть сочетание ластовицы, маленьких прибавок и подходящей для этого ткани, чтобы она была прочной, плюс технологии обработки, дадут вам желаемый, практичный, интересный и необычный на сегодняшний день результат. Вот то, чем мы сегодня с вами займемся. Всем добра!